Добрый вечер всем. Наша недельная глава, самая длинная глава в Торе, это глава НАСО. И в ней есть много-много тем, и одну из тем, о которых я хочу озабавить, это вопрос назерут, назерейства. Есть вопрос по отношению быть назереем, то есть быть человеком, который знал себе лишний запрет, запрет вина, эстрицы и так далее, это хорошо или плохо. На прошлом уроке про Рамбал мы увидели, что он поприводит вещь не очень хорошая, не очень положительная. По-настоящему это спор мудрецов в Талмуде. И давайте немножко увидим этот спор и оттуда поедем разбирать интересные вещи. У нас сегодня нас ждут очень интересные вещи, мы сегодня разберем многих разных назеров в Танахе и увидим очень интересные вещи. Итак, у нас говорит Гмара в тратате Таанит следующий. Сказал Шмуэль, каждый, кто сидит в постах, называется грешником. Никра Хотек. И откуда он то учит? Сказал Детаня Раби и Лазар, Акапар, Бераби Умер, то есть да, сказал Раби и Лазар, Акапар от имени, то есть сын Бераби, то есть Раби Уданаси. И что сказано, то есть стих второй говорит, что про Назира сказано, и скупил себя за то, что он согрешил про душу. Когда, то есть какой душе он согрешил, имеется в виду, что он себе наносил, скажем так, страдания, не принимая вино. И из этого выходит Мадварин Кальвахомер, то есть да, в чем, то есть Кальвахомер, тем более, тот, который себя только вино не давал, называется грешником, а тот, который себя истязает в любой вещи, тем более и тем более. То есть, что мы здесь видим, выходит, то есть Шмур приводит, что сидеть в постах, то есть брать на себя обязательства постов больше, чем Тора заповедовал, это грех, это плохо, это нехорошо. И он приводит доказательства откуда, то есть из того, что сказано Раби и Лазар в Акапар, то есть да, что быть Назиром, братья Назирейства, изучая из того, что он должен принести грехочетительную жертву, это грех, то есть плохо быть Назиреем. Он должен тебя искупить за то, что он согрешил, что он тебя истязал. Сказал Раби и Лазар, называется Кадош, наоборот, Назирей-то святой. Почему? Как сказано, Кадош егадельтера шаарушо, то есть да, святым будет отращивать волосы, то есть для своих. Имеется в виду, что он будет святым, так сказано в стихе. То есть человек, который себя подвел страданиям в одной вещи, выращивая волос, не состригая, святой, тот, который себя истязает в разных вещах, разве не будет называться святой, тем более. То есть да, окей, то есть в принципе спор. Назир, то есть для человека, который наберет лишние обязательства, он святой или грешный? То есть да, это хорошо или плохо? Как мы сказали, Рамбом видит, то есть мы увидели в восьми главах, то есть на прошлом уроке, что это плохо. Если в принципе в настоящем, если мы прочитаем стихи нашей недельной главы по поводу Назира, то есть человек, который берет на себя Назарейство, то вроде мы вполне можем склониться к мнению Раби Лазара. Кадош святой. Почему? Потому что, кстати, отношение к Назиру как грешнику, то есть которое появляется где? Только в связи, когда он осквернился. Когда он осквернился, он должен прийти на Шамбахатат, то есть это не доказательство, имеется в виду, что когда он осквернился, он согрешил. То есть в этом грех, что он вышел из Назарейства, а не за то, что он, кстати, в трактате Назир действительно видно, что это грех, из-за того, что он вышел из Назирейства, а не за то, что он вошел. Хотя, с другой стороны, у нас есть примеры в трактате Назир, где величайшие коины, как Раби Ильиша, который был коином, Раби Ишмай, который не ел курбанот Назир. Он не брал часть коинского от жертвопоношения Назира, потому что все они нехорошие люди, ему не нужны эти жертвопоношения. Но там очень интересный момент, потому что они берут это ради себя и так далее. В любом случае, хотя, вроде бы, читая, вроде святой, вместе с тем мы сейчас попробуем разобраться не в самой главе Назир, то есть, да, не описание той Назир, а мы попробуем посмотреть в Танахе во всем, как идет отношение к Назирам. И когда, то есть, и в принципе, мы увидим разные личности, которые были Назирами, которые взяли на себя Назарейство, и посмотреть, они были святыми людьми, то есть, то, что они взяли, то есть, им Назарейство помогло, то есть, так далее, действительно развивает их куда-то, или они привыкли, и действительно их можно назвать святыми, или наоборот. То есть, когда, скажем так, они, скажем так, фальшивые гуру, так называемые, и они грешники, так что, как бы сказать, то есть, да, и про таких сказано, не каждый, кто хочет прийти и взять Всевышнего, это далее придет и сделает. Грешники. И мы попробуем разобраться и попробуем, то есть, увидеть некоторые очень интересные вещи. То есть, да, мы говорим, то есть, какой Назир, то есть, в Танахе какой, кто святой, кто грешный. И начнем, первый у нас Назир будет Афшалум. Афшалум – это сын Давида. Сын Давида, мы знаем, что он был Назиром, то есть, да, что он принялся Назирейство. Откуда мы это знаем? Мы это знаем из описания, что он выращивал волосы. Из следующих стихов книги Шмуэльбет, то есть, второй книги Шмуэльбет, в 14 главе, там говорится следующее. «И во всем Израиле не было мужчины, сколь славной красотой, как Афшалум. От стопы его до темени не было в нем изъяна. И внимание, когда стриг он голову свою, а стриг он ее каждый год, потому что она тягощала его, то весили волосы головы вот 200 шекелей в камню, в шекелю царскую». То есть, и уже из этого, то есть, да, учат, то есть, что Афшалум был Назир, то есть, он волос никогда не стриг, то есть, раз в год. И даже более того, Гаммара, в контакте, Назир это там учит, что человек, который взял на себя Назарейство на всю жизнь, то есть, да, и там это Мишна, то есть, Мишна говорит, что Назарей, который взял на себя быть Назиром на всю свою жизнь, если слишком отяготили его волосы, он их может, скажем так, немножко облегчить, то есть, со стричь, и они это учат именно из Афшалума, то есть, источник это Афшалум, что Афшалум, будучи Назиром, он раз в год, когда ему волос становился слишком тяжело, тяжело ходить к ним, он их подрезал, то есть, сам Назарею нельзя стричь, но человек, который взял на всю жизнь с такими ходить, то есть, ему периодически можно это делать в определенное время четкое. Вот. И еще, кстати, одно место, где явно видно, что Афшалум стал Назареем, это, допустим, что есть описание в следующей главе, в 15-й, где Афшалум берет на себя, то есть, когда он был в изгнании, когда он сбежал из дома Давида, вот, и он был в изгнании, и он взял на себя обеты, то есть, мы это читаем, в следующей, 15-й глава, 2-й книге Шмуэль, 7-й стих, и было по прошествии 40 лет, сказал Афшалум царю, позволь мне пойти исполнить обет мой, который дал я Господу в Хевроне, то есть, он взял на себя обет, ибо дал я обет раб твой, который жил в Гешуре, в Араме, сказал, если вы ищите, но возвратите меня Господь в Рушхайм, то совершу служение Господу. То есть, да, в принципе, Афшалум, то есть, во время, то есть, бедствия, когда он был изгнан, то есть, когда он сбежал из дома отца, потому что после того, как он убил своего брата, вот, там, правда, был от Амнона, из-за своей сестры Тамар, ну, потому что там Амнон соброснил свою сестру Тамар и изнасиловал ее, она была сестра по отцу, но не по матери, она по матери была сестра Афшалума, и Афшалум убил Амнона, и после этого, то есть, за то, что тот сделал с сестрой, и он потом сбежал, вот, и вот тогда он задал, то есть, он дал, то есть, для этого он дал, да, он дал на себя, то есть, обед, какой обед он мог везniber назвать, то служить Всевышнему, то есть, да, понятно, что служить Всевышнему, это не базисный уровень обещания, то есть, да, не просто буду служить, то есть на базном уровне он так обязан, а он берет на себя что? Что-то, что-то сверху, что можно взять для себя сверху, сколько понят на заректу, то есть, из этого тоже можно будет учит на заректу. Теперь, давайте обратим внимание, окей, Афшалом Назир, то есть мы это видим, а теперь давайте как он себя ведет. Первый убивает своего брата, которого мы только что описали, Амнона. Да, была причина, да, была причина понимаемой, то есть он изнасиловал его сестру по матери, то есть по отцу и по матери, Амнон, но скажем так, в любом случае даже это, то есть действие не оправдывает убийство, то есть без суда и без следствия. Вот, второе, он не только убил, он еще и пролюбодеянием занимался. Когда он занимался пролюбодеянием Афшалом, когда он восстал против своего царя Давида, он возлег с его наложницами своего отца, то есть наложницей Давид такой жен, он с ним возлег на глазах всего народа. То есть, в принципе, перед нами очень красивая картина, то есть мы явно видим, что Афшалом как Назир, плохой Афаназир, то есть, да, он человек грехом, никакое Назариество ему ничем не помогает, то есть, да, он пришел к убийству, к пролюбодеянию. Единственное, что он и дом не поклонялся. Поэтому, скорее всего, Афшалом был начинать свою жизнь с простого, немножко работать над своими качествами личными и исполнением базисто, то есть вещей, которые на него возложено Торой. Одна из них, кстати, не восстать против отца, то есть, да, и не пытаться сверхнуть с властью родителям. Но это как бы меньшее из грехов, которых он сделал, то есть пролюбодеяние, убийство и так далее. То есть, в принципе, мы здесь видим, что Афшалом еще тот Назир, то есть еще тот Назир, то есть, в принципе, подтверждается мнение Шмуэля, хутэ, то есть, да, грешник. То есть, Назир – это не очень хорошо, то есть человеку вообще нужно заниматься сначала базисными своими вещами. Теперь давайте перейдем к другой личности, которая тоже была Назир. И мы немножко уедем во временем назад. В какое время уедем? К Юсефу. Сыну Якова. Юсеф про него дважды… То есть, мы знаем, что он вообще был Назир, Юсеф, что у него был Назир. Во-первых, два раза его называют. Где его называют? Во-первых, благословение отца Якова. И во-вторых, благословение Муше, когда он упоминает колено. И там сказано «Назир-эхан». То есть, слово «Назир», «Назир», конечно, можно это перевести, как «Назир», «Венец», братьям своих. С другой стороны, «Назир», то есть, да, что он был Назареем. Также наши мудрецы в Гмаре, не только в Гмаре, но и в Медраше, они учат, что из стиха, который сказано «Беншвайса шана вегунар», то есть, что ему было 17 лет, и он отрок, они учат это в Медраше, что имеется в виду «Был мисальсель бессаорок». То есть, да, он, скажем так, игрался с длинными волосами, с очень длинными волосами. И обычно, то есть, нормальные люди, да, они очень могут с волосами играть, если, потому что они достаточно, то есть, когда лисальселит, то есть, струится ими и так далее, потому что они достаточно длинные. То есть, у мужчин тем более. «Назир» вполне это может делать, потому что не стрижет свои волосы, и он может с ними сильно играть. Теперь, 17 лет Юсеф, когда это происходит, он играет со своими волосами, с ними, то есть, заботится, делает всякие штуки. И мы тоже знаем, скажем так, подростков, которым 17 лет, и очень редко, когда они не думают, что они центр мира. И, скорее всего, и Юсеф тоже самое видел себя центром мира. Поэтому, когда он рассказывает отцу Якову о сне, которую он видит, про луну, солнце, которое поклоняется ему звездой и все такое, Яков видит что? То есть, да, что дом Якова немножко на него маловато. Он хочет быть, то есть, называется, царевой вселенной и так далее. Поэтому Яков решает, что сделать. Яков решил немножечко его понизить, успокоить. Поэтому «Назир» – «Эхаб». Он его делает, Назари. Он его делает, Яков, что он будет на себя, скажем так, близко к себе держать, и, скажем так, немножко так на него больше обязанности наложить. Сработало ли то, что Яков пытался немножко окружить, немножко его подавить, вот это вот рвение души 17-летнего отрока? С одной стороны, если мы посмотрим, нет. Почему? В конце концов, его продали в Египет. Почему продали в Египет? Ну, из-за отношений с братьями. В конце концов, ничему это не помогло, и он туда улетел. То есть, да, в принципе, за отношения с братьями. С другой стороны, скорее всего, его назарейство таки даст работу. Когда? Когда он выдержал испытания с женой Петефара. Почему? Нам научили, то есть, наши мудрецы говорят, что остановило Йосефа от падения, чтобы у Таша А радио куноши лаби не раталу бахарон. То есть, да, так говорит Марат Ратакисута. Что в тот момент он увидел, скажем так, дюкано, то есть, это видение своего отца в окне. То есть, да, то есть, отражение он увидел. Он увидел отражение в окне, то есть, его отца. Что там произошло? То есть, Рав Медан, Мурива Раби Рав Медан, Рав Яку Медан, считает, что речь идет, кстати, вообще весь урок я строю на основе того, что я от Рав Медана слышал. То есть, слышал, читал и так далее. Он говорит, что он считает, что речь идет о волосах Йосефа, которые были. Что имеется в виду? Марат Ратакисута нам рассказывает очень интересную вещь. Она рассказывает про человека, который слышал про одну распутницу, скажем так, женщину с низкой социальной, как ее называется, ответственностью за деньги, которая находится в одном месте. Она там брала бешеные деньги, там 400 зузы. То есть, за это, короче, там все мужчины от нее балдели. И он решил срочно-срочно достать пуль и так далее. И он уже шел там весь такой вот, чтобы быть с ней, развивался, и вдруг увидел цицит. И цицит, который он увидел, его тормознул. То есть, да, скажем так, ему мешало это. То есть, и он остановился, развернулся и ушел. То есть, да, и в принципе, получается, что это его спасло от греха, от падения. Скорее всего, Юсеф увидел то же самое, то, что остановило его. Он увидел свои волосы. Во-первых, он был похож на отца. А во-вторых, он увидел в окне, в отражении свои волосы. Увидев свои волосы, он смог остановить себя. И не поддаться, то, что называется, плохому началу. Это дмудьюкано, то есть, да, то есть, то, чему воспитывал отец, то, что показал отец, то через вот это назарейство, которое сделал, сработал. Поэтому Юсеф – садик. То есть, поэтому здесь можно сказать, что он назарейство, то есть, оно святое, святость приносит. Таким образом, у нас получается очень интересная вещь. А в шалом Юсеф друг друга отрицают. С одной стороны, а в шалом – пример того, что быть назареем – это не очень. С другой стороны, Юсеф, который быть назареем, это очень даже помогает. Что решаем? У нас есть еще один назир, очень интересный. И он появляется во вторе нашей недельной главы – Шимшон. И он вообще очень неординарная личность. Давайте попробуем поговорить о нем. Давайте Шимшон. С одной стороны, назарейство Шимшона, тот узнает историю про Шимшона. Шимшон, то есть, да, он еще до трога зародился. Его жене, то есть, жене Манолафа, то есть, его матери, с этим именем не знает, говорит ангел, что у нее родится ребенок, который будет спасителем Израиля, и он должен быть назареем еще при беременности. То есть, в принципе, получается, что его назарейство связано с божественной программой. То есть, так Всевышний захотел. Для чего? Для того, чтобы он стал спасителем Израиля, избавил Израиля от угнетения. Причем, очень интересно, путь Шимшона, то есть, спасение Шимшона от ненавистных филистимлян и так далее, то есть, противоснителей, проходит через его слишком повышенное вожделение к женщинам. Он постоянно из этого вожделения к женщинам, то есть, из страсти за женщинам спасал народ Израиля. Поэтому нам Гмара очень интересно объясняет, что Всевышний создал плохое начало и построил ему, то есть, называется лекарство, назарейство. То есть, да, назарейство, в принципе, работает против плохого начала. Это лекарство. Теперь, в начале программа Всевышнего таки работал. То есть, да, ту женщину из Танны, то есть, да, которую Шимшон представляет перед родителями, он на ней женится. Скорее всего, он провел какой-нибудь гиор. Скорее всего, не там не самый, то есть, это, хумровый. Но гиор он какой-то сделал. Почему мы знаем, что это не самый хумровый? Потому что Рамбам приводит, это Рамбам базирует на Кмаре, что мы не думали, что Шимшон, то есть, да, своих жен, то есть, они не соблюдали ничего, его жены, что он, их, то есть, они остались бойками. Не дай Бог, ты такое думаешь. То есть, Рамбам объясняет, что после гиора, то есть, так далее, человек остается, то есть, уже поздно, то есть, все равно на евреи. Плюс, то есть, он сделал гиор. Вместе с этим этот путь, то есть, да, заложено, уже меньше получается, чего. Когда речь идет о Далиле, то есть, Далиле это та, которая, в конце концов, выведала у него прозволосы и срезала ему эти волосы, челестемлянка. Он, не написано, что он лакафу, то есть, взял ее, что это описание брака, а сказано, что он ее любил. То есть, скорее всего, он с ней жил и без гиора, и без брака. Окей, то есть, все, перестало работать. Таким образом, вроде, на первый взгляд, Назарейство Шимшона ему вначале помогало, а потом перестал. То есть, да, он, в конце концов, превращается из святого в грешника. Но, скорее всего, мы можем здесь немножко углубиться больше и пытаться понять глубже. И для этого нам нужно немножко снова обратиться ко авторе, то есть, той части, которая появляется во авторе про Шимшона. Там описывается именно сообщение о том, что будет рожден Шимшон. И многие люди, то есть, в наше время ставят очень большой, скажем так, акцент именно на эшет мануав, то есть, на маму Шимшона, на женщине. Почему? Потому что она тот, кому ангелы первые раскрываются. Когда Монох вдруг соображает, что они видели ангела и говорит, что они, наверное, умрут. Она говорит, то есть, она та, которая говорит, логически подумать. То есть, да, почему мы умрём? То есть, если бы он хотел, чтобы мы умерли, он нам не сообщал то, что сообщил. То есть, поэтому никто не умрёт. Вместе с тем, скорее всего, всё солнечностно наоборот. Раммедан говорит, всё солнечностно наоборот. Почему всё солнечностно наоборот? Именно Монох, он более серьёзный игрок, чем его жена. Почему? Обратите внимание. Да, жена Моноха видит… Кстати, в обремене, её имени нет, только Моноха нет. Жена Моноха видит ангела, но она не понимает, что это ангел. Про неё сказано, ишь, она видит человека. То есть, для неё, несмотря на то, что она видит ангела, видит ангела, то для неё и человек. Именно Монох соображает, что речь идёт об ангеле Божьем. А она не видела, что это ангел. Дальше. А жена Моноха не должна была прикладывать никаких усилий, чтобы ангел открылся без усилий. В то время, что Монох, как описывается, он молился. Он молился для того, чтобы увидеть этого ангела. И была его просьба, его молитва услышана. И очень интересно. Монох просил волосы, ему мало что интересует. То есть, он не знает. То есть, волос – это мать. Монох же, после того, что он всевышний отвечает, то есть, да, он в Игуя хэлли ухши от Исраэль. То есть, да, он начал сказать народу знаний. То есть, в принципе, Монох по-другому это видит. Хотя он знает про назирейство и так далее. Таким образом, кстати, очень интересно, можно сказать, что разница между женой Моноха и Моноха, это разница между Полином и Назиром. Коин, его статус святости, то есть, то, что у него верняется к мертвым и так далее, это из-за того, что он таким родился. То есть, его принадлежности к семье. Естественная вещь. Назир делает действие для того, чтобы быть достоин святости. Это немножко другое. Теперь вернемся к Шемшону. Пока он был, то, что называется, сыном своей матери, все было нормально. Как только он влюбился в Далину, он променял маму на другую женщину. То есть, да, как нередко получается, что меняют маму на другую женщину. Теперь, почему так произошло? Почему он поменял маму на другую женщину? И почему так? Почему он забросил все вот эти вот идеи? Скорее всего, это нужно понять на фоне того, что произошло немного до этого. Перед тем, как он, скажем так, познакомился с Далилой и ушел к ней. Это книга Шовкин, 15 глава. Давайте прочитаем 11 до 13 стих. «И сошли три тысячи человек из Иудеи в ущелье скалы Ита, и сказали Шемшону, Шемшону, который там спас столько шоу и так далее. Ты ведь знаешь, что филистимляне властвуют над нами. И что же ты над нами наделал?» Он там пока филистимлянам сдал по башке. «И сказал он им, как поступили они со мной. Так поступил я и с ними. И сказали они ему, связать тебя сошли мы, чтобы передать тебя в руки филистимлянам. И сказал им Шемшону, поклянитесь все, что вы сами не убьете меня. И сказали ему так, нет, мы только свяжем тебя, дадим тебя в руки их, а не умертвим тебя. И связали двумя верятками и подняли его со скалой». Окей. Интересно, да, такое описание? Я должен понять. Давайте, то есть, я вам приведу пример. Знаете, то есть, это операция в НТБ, которая, представьте, после этой операции, то есть, в этой наглой операции, которая произошла, делала летчики и так далее, командующие, то есть, летчиками, которые происходили, берут командование израильское и отдает его президенту Угану. То есть, после такого великого спасения, то есть, тебя отдают в руки. В принципе, что делают люди, то есть, люди иудеи? Они берут шемшона, которых только-только-что победил филистимлян, который только-что с ними сразу убил, и отдают его в руки врагов. Что нужно сейчас шемшон? Его предали. Его предали. И поэтому через некоторое время он уходит в Азу и встречается там с этой женщиной, этой распутной, Далилой, как описано дальше. И Ахрея после этого, то есть, да, он оставляет, можно сказать, свой народ. То есть, его предали, он предали. То есть, уже ничем никому не обязан. Кстати, в свое время, скорее всего, это то, что произошло из Юсефа, может быть, кстати, Раммедан говорит, что может быть испытание Юсефа – это не испытание жирной Патифары. Посудите сами, она его была старше лет на 20, а то и больше. Он пацан, молодой, красивый. Она по тем временам старуха. А я думаю, что там было много чем привлекать. Но что да, там было в чем испытание, скорее всего. Юсеф был предан братьям. Уйти, оторваться от наследия Якова полностью или нет? После предательства. В этом был испытание. И он увидел видение своего отца. То бишь, что он? И Аков его не продавал. И Аков его не предавал. И Аков был в трауре все время, пока не было Юсефа. И Аков – это не Шимон, который предложил его убить. Это не Иуда, который сказал, что его продать. Это не Роуэн, который сказал, что бросил Ям. Он же не понимает, для чего Роуэн и Иуда это делали. Но неважно. Он сын Якова, и он выбирает быть сыном Ям. То есть он не уходит. А у Шимшона изначально, скажем так, отец, видение отца ему не раскрылось. И поэтому он чувствовал себя преданным и бросает, скажем так, наследие своей матери. То, что мать его выращивала на заре и так далее, для того, чтобы он потом был избавителем Израиля. Он избавляет Израиля, а они его предали. Поэтому перестает их избавлять. И, получается, наследие матери, эти волосы, которые должны служить для исполнения, ему они больше не нужны. Поэтому он же дурак, что он не понимает, что она пытается из него выведать его силу. Не понимает, что она хочет из него раз за разом. Он, конечно, все это понимает. Но ему становится все равно. Но ему становится все равно. Он готов расстаться с тем, что делает его, в принципе, избавителем Израиля. Его волосы – это связь. И именно после его последней, скажем так, минуты, скажем так, последние его часы жизни, уже после того, как было сбриты его волосы, он потерял всю силу и то, что мы сделали, когда, скажем так, наследие матери у него было забрано, Шимшон вдруг использует наследие отца. Кое-то наследие отца Монох, Монох молится. И Шимшон начинает молиться. Давайте 16 глава в книге Шуфтин. Смотрите, что происходит. 27 стих и дальше. «А дом полон был мужчин и женщин, там их всех неозьях христилианских, и на кровле всего около трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на потехи Шимшона. И вызвал Шимшон Господу». И сказал, кстати, впервые. «Господи Боже, прожу, вспомни меня, укрепи меня, прошу только на этот раз. О, Боже, я отомщу, филистимлянам местью хотят за один из двух моих глаз. И схватился Шимшон за два средних столба, на которых покоился дом и уперся в них, а один правой рукой своей, а другой левую. И сказал Шимшон, да умру я с филистимлянами, и уперся сильно, обрушился дом на князей, на весь народ, который в нем и был, умерших, которых умертвил он при смерти своей, больше, чем тех, кого умертвил он при жизни своей. И сошли братья в то, что происходит. То есть, в принципе, Монох, его отец в свое время был, ему отец Всевышний отвечен. И здесь, когда Мушимшон вспоминает, то есть, да, вспомнил отца и пошел за путем отца, то есть, он стал Назир, который святой. То есть, из грешников, который святой. И не зря потом его братья, и сошли братья из дома у отца его, и понесли его, взошли, похоронили его между Цорой и Штаолом, в гробнице Моноха, отца его. А он судил Израиль 20 лет. Вот такая вот вещь. То есть, получается, то есть, Шимшон, то есть, он как бы Шимшон, он получается не как Афшалом, не как Иосиф, он двояк. То есть, да, он сначала один, потом другой. О чем идет речь? Давайте попробуем разобраться, и мы тут перейдем к другому Назиру, который был Назир, то есть, да, в свое время. Или точнее, то, что с ним произошло. Это Лишабын Абуя, Ахэр. Несколько раз в Медраже упоминается про него, про Лишабын Абуя, то есть, да, про Ахэра. И тут нужно знать, что произошло с ним. Базируясь на Иерусалимске Талму в трактате Хадига, сказано, что после падения, то есть, после того, как провалился восстание Бар-Кохба, Лишабын Абуя перестал верить в Бога и стал помощником Римля. То есть, он перешел на сторону врага. Более того, что он перешел, то есть, в трактате Хадига в Иерусалимском Талмуде описано страшные вещи, как помогал Лишабын Абуя, то есть, Римлян. И сколько, как много помощи он нам дал. Вместе с тем, нам интересно не его грехи, а как его пытались вернуть обратно, то есть, в Раскаяние. Медраж рассказывает Вилкут Шимоне, что однажды Лишабын Абуя, когда ехал на лошадь, это в Йом-Кипур был, за святая святых, он услышал голос, то есть, который говорит, который сказал, что в Шубаним, что умеем, хуцмя Ахэр. То есть, вернитесь, то есть, Васкаясь, вернитесь ко мне, то есть, где сыновья шальные, то есть, да, кроме Ахэра. Ахэр, то есть, как бы это Лишабын Абуя. Кстати, Рава Миталь, Захар, задержавая Мурива Раби, говорил, что речь идет, то есть, обращение это было к саму Лишабын Абуя. Ему сказали, ему вернуться, хуцмя Ахэр, то есть, оставь своего Ахэра, то есть, Ахэр должен оставаться там, брось свою ипостасию Ахэра и вернись назад. И действительно, его ученик, один из его учеников, то есть, Раби Маир, пытается всеми, то есть, в Тракате Хайга очень много записано, как пытается его, он вернуть в Раскане, так или иначе. И он делает всевозможные вещи. Есть, у него не получилось при жизни вернуть Алишабан Абуя, скажем так, назад, но у него это получилось после смерти. Есть очень интересный момент, то есть, Иерусалимский полнот тоже рассказывает про что произошло на могиле Алишабан Абуя после его смерти. И там сказано так. Спустилась на могилу Алишабан Абуя огонь с небес. И пришли, сказали Раби Маиру, вот могила твоего учителя горит. И он, что пошел, то есть, и вышел Раби Маир и попросил, то есть, проведать его, увидел, что оно горит, то есть, это могила. Что он сделал? Взял свою одежду, то есть, да, это лето, то есть, имеется в виду, скорее всего, какое-то одеяло, так далее, и положил, начал, в принципе, тушить огонь, и сказал, что он сказал, линьи галайля, линьи галайля, линьи баулама зэши, ду мэли лаэль, то есть, спи в этом мире, то есть, ночу в этом мире, в этом мире, который похож на ночь, и было на утро, и это будущий мир, который весь утро, ими галэхатов и гаэль, то есть, если тебя спасет, имеется в виду, всевышний, хорошо, то есть, что спасет, то есть, имеется в виду, зэк, аж гох, уши утовы, это про всевышнего, что он его спасет, а если не захочет спасти тебя, то я, то есть, да, живой спасу, то есть, я тебя спасу, обалденный мидраж, то есть, да, то есть, если бы это не мидраж, мог быть твой в голову, то есть, огонь пожирает могилу, или шаба на буян, раби мир пытается ее потушить, и вместе с тем пытается защитить труп, то есть, да, то есть, тело Ахера, то есть, или шаба на буян, и говорит, что если тебя избавит, спасет всевышний от этого, хорошо, если нет, я тебя спасу. Откуда вообще Роби Майер взял такие штуки, то есть, что нужно спасать, что он спасет кого-то? И ответ, скорее всего, на это, и тут мы, наверное, к шавоту немножко прыгнем, из Мигелат Руд, из Свитка Руд, каково? Там есть очень интересная вещь, когда, описание того, что в каждой, каждый может раскаяться и справиться. Как? То есть, смотри, семья или Мелеха? То есть, кто знает рассказ про Истер, семья или Мелеха, становится голод большой, то есть, притеснение, то есть, Бетлехом, иудеем, и он уходит куда? В Муав. Он уходит в Муав, и в принципе, о чем идет речь? Семья, это во времена эпохи судей. Там сказано, ваябе, меймешфот шофтиг, да, судья. То есть, семья или Мелеха уходит куда? Она уходит в Муав, во времена, когда народ Израиля порабощен кем? Муав. И притесняется. То есть, он уходит в землю покорителя и оккупанта. То есть, и в отличие от Шемшона, которого предал народ, то есть, предал народ Израиля, или Мелех предает, хотя он один из глав колена, предает свое колено и свой народ. То есть, Шемшона, он ушел туда, к врагам, потому что его предал свой народ, а Этух ушел врага, предавая народ. В конце концов, со временем все перевернулось, Всевышний спасает свой народ. Кстати, можно сказать, это произошло ли во времена Эгуд-бен-Гира, который убил Иглона, царя Муава, или это произошло Ифтах, то есть, когда Ифтах убил царя Амона, который справил Муавом тоже. То есть, произошло или тогда, или тогда. В принципе, произошло избавление, появляется судья. И тут, то есть, и пока Робин-Мейер, сейчас я вам книгу Руд открою. Точнее, книгу Руд я вам открою. Точнее, Свиток Руд. Это третья глава. Это тот стих, который, кстати, цитировал русалимский Талмуд, с которого Робин-Мейер, то есть, Робин-Мейер, что использовал? Он говорил, Ли-Ни-Халайла, Вегая-Бокер, Ими-Галехтов, Игоэль. То есть, да, из этого выучил Робин-Мейер, что если тебя спасет, ты не дает, но если нет, то я тебя спасу. И это, где сказано, у нас в книге Руд, 13 стих, третий главы, переночусь здесь, эту ночь, а утром, если выкупит он тебя, то хорошо, пусть выкупит, а если не захочешь выкупить, то я выкуплю тебя, как жив Господь, полежи до утра. То есть, Всевышний ожидает человека, что он раскается. Даже, то есть, то, что мы учим, даже если кажется, что он находится так далеко, так далеко, что просто некогда. Поэтому Шимшон, возвращаясь к нашему Назиру Шимшону, к нашей темени, возвращаясь немножко туда, даже после того, как он был у женщин распутан, бросил свой народ, нарушил приказ, то есть, назидание Всевышнего, то есть, не трогать волосы и не держаться на зарельство. Даже после этого ему Всевышний отвечает на молитву, и он, в конце концов, входит в историю, как судья и спаситель народа Израиля. И входит, как Назарей святой, а не грешный. То же самое с семьей Элемеха, которой было отвечено, и не просто отвечено, из него вышел никто иной, как царь Давидов, и весь царский дом. И даже Ахер, или Шабенабуя, в конце концов, был отвечен. То есть, в принципе, Всевышний хочет и ждет нас, чтобы мы вернулись назад к Нему в любой момент. То есть, вот так вот мы вышли из Назарейства, посмотрели, то есть, разные виды, то есть, есть Назарей такой, то есть, отношение мудрецов к другой, мы увидели, что в Танахе есть и тот, и тот, и есть тот, который был вот таким, и вот таким, и в конце концов, из этого мы увидели огромную силу молитвы, раскаяния, даже в последний момент. А у Лиши Банабуя вообще после смерти. Что показывает, что мы всегда, то есть, конечно, стоит до смерти сделать, Всевышний нас ожидает, и мы можем всегда все исправить. Так, на этом мы сегодня заканчиваем урок этот. Спасибо всем, кто слушает, слушает живую, слушает записи, и я на этом моменте запись прекращаю, заканчиваю. Всего хорошего, увидимся.